Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для кликер майнинг симулятор. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него будет как всегда в описании. Перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10 или 15 секунд и в принципе можете выходить с него. Идем дальше. Значит заходим во вкладку exploits, если у вас нет никакого чита. И скачиваем любой предложенный чит, либо старый, либо сплэш. Напомню то, что сплэш используется с ключ системой, старый без ключ системы. Сегодня в ролике буду показывать старый. Дальше после того, как скачали какой-то чит, в поиске пишем кликер майнинг симулятор, нажимаем поиск. И на данный момент есть два скрипта. Сегодня в ролике буду показывать первый по счету. Значит, чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать, далее еще раз скачать, и вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, далее заходим в игру, открываем чит, чит вставляем скрипт, заходим в настройки, и желательно ставим DLL от CRNL. Также напомню то, что этот DLL с ключ системой. Честно, не знаю, на VRDEVS я не проверял, может быть работает, может нет, но можете проверить, кто хочет. Дальше возвращаемся обратно, и нажимаем кнопочку Inject. И ждем, пока заинжектимся. Так, все отлично, у меня Inject прошел. Ключ я уже сегодня получал, у меня его не просит. Так, теперь все, что остается, это нажать на кнопочку Exclude. Нажимаем. Значит, смотрите, появляется вот такая, как панелька, назовем ее так. Так, здесь нам нужно найти наш режим, вот он, Clicker Mining Simulator. Нажимаем, потом нажимаем вот сюда на эту полосочку, чтобы свернуть вот этот скриптхаб. И выбираем куда-нибудь, где он вам мешать не будет. Ну, допустим, вот куда-нибудь сюда в угол уберу, чтобы он не мешал. Так, теперь, как видите, здесь функций в принципе немного, но здесь очень есть крутая функция. Это автофарм сундуков. Значит, давайте начнем с первой функции, это автоклики. Включаем, и как видите, скрипт за нас автоматически кликает. Очень крутая функция тоже. Только вот не знаю, кстати, здесь доступны бесплатные автоклики или нет. Ну ладно. В принципе, не суть. Давайте авточест оставим чуть попозже. Давайте проверим функцию автоаскин. Не знаю, что она дает, что она значит, но я ее включил. Вот, допустим, идем сюда, где нужно фармить блоки. Пока ничего не происходит. Может быть, что-то подсвечиваться должно, может быть, что-то фармиться. А насчет этого я не знаю. Я вот до записи видео проверял, и у меня не получилось. Типа, узнать, что эта функция делает. То есть, вообще непонятно. На руду, как видите, она не реагирует. На сундуки, естественно, тоже она будет не реагировать. Ну, короче, не знаем. В принципе, кто в английском разбирается, я думаю, поймете, что эта функция означает. Но я, к сожалению, не знаю. Так, идем дальше. Автоселл. Получается... Так, не сюда нажал. Здесь выбираем зону, на которой вы находитесь. Я на первой зоне. Включаем автоселл. И как только забиваете рюкзак, у вас сразу автоматически это продается. Давайте проверим, как это работает. Так, кстати, автоклики можно включить. Их можно, в принципе, вообще не выключать, чтобы фарм быстрее шел. Ну, то есть, чтобы у вас силы быстрее накапливалось. Ну, я сейчас, наверное, долго довольно буду копать. Ну, ладно. Чуть попозже тогда ее проверим. И, получается, осталась самая последняя крутая функция. Это авточест. Значит, смотрите. Для того, чтобы эта функция работала, вам нужно для начала выбрать, получается, вот, где написано чест. Вот эти вот уровни, либо просто сундуки. Значит, смотрите. Если вы просто выбираете сундук, он будет абсолютно все сундуки фармить, которые есть на локации. Если вы выберете уровень сундука, то он только именно этот уровень сундука будет фармить. Давайте, в принципе, выберем, я думаю, второй левел. Не знаю, смогу сундук сломать или нет. Посмотрим. Вот я выбрал второй левел. И включаем авточест. И смотрим, что происходит. Так, немножко лагать стало. И почему-то он не хочет тпхаться на сундуки. Так, ладно. Давайте просто включим чест. Вот, на просто чест, как видите, работает. Возможно, просто сундуков второго уровня, скорее всего, нету. Либо я еще не дошел до той локации, до которой мне нужно дойти. Хотя нет, вот чест 2 написано. Значит, скорее всего, просто почему-то не сработало. Не знаю почему. Кстати, а также, кто заметил, автоматически продажа сработала. То есть, у меня забился полностью рюкзак. И у меня сразу моментально это продалось все. Так, ну я хочу посмотреть, проверить, на второй левел это работает или нет все-таки. Ну, почему-то не хочет работать. Не понимаю почему, в чем причина. Все-таки у меня есть предположение, что нужно вот эти вот локации открыть. Я, скорее всего, до той локации просто не дошел. Ну, давайте попробуем. Не знаю, тут по-любому кто-то прокопался до нее. Так, ой, куда-то меня уносит. Тихо-тихо-тихо. Я под текстуру, походу, просто провалился. Так, надо обратно залезть. Чуть-чуть осталось мне до этой локации дойти, но, скорее всего, наверное, не получится, да? Как я понимаю, мне нужно туда пройти. Но не факт, что сейчас получится прокопаться вообще. Так, ну давайте сейчас первый левел проверим. Первый левел тоже не хочет работать. Короче, работает только именно на рандомные сундуки почему-то. Возможно, короче, это ошибка скрипта. Либо же, возможно, то, что... Из-за того, что у меня не открыты локации, которые мне нужны, чтобы эти сундуки фармить. Так, ладно. Короче, в принципе, не суть. Самое главное то, что автофарм на сундуке работает. Значит, возвращаемся на спавн. Так, и... Кто еще не знает, кто еще не заметил, короче, здесь есть небольшие секретки. Так, сейчас я выключу все функции. Короче, по локации разбросаны лаки-блоки. Первый лаки-блоки я уже собрал. Он, короче, был вот здесь вот. Сюда можно залезть, короче, по дереву. Просто прыгаете и залазите. И другие блоки, в принципе, на более-менее легком... Короче, этим... Как правильно сказать-то? Короче, вы поняли. Легко доступные. Вот я подбегаю, нажимаю E. И, как видите, мне выпал буст. До этого я открывал. Мне, короче, выпали гемы. 3000. Смотрим, что здесь. Здесь тоже гемы 3000. Отлично. И вот таким образом бегаете, собираете эти лаки-блоки. Если вы еще не собрали. И, в принципе, довольно неплохо можно, я думаю, с них прокачаться будет. Их около, по-моему, 7 или 8 на карте, если не ошибаюсь. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 получается. Ну, в принципе, тоже неплохо. Так, собираем этот. И остается последний. Тут получается абсолютно все, что угодно. Может выпасть либо бусты, либо гемы, либо может быть еще что-то. Единственное, что в этом скрипте, как вы могли заметить, нету автооткрытия. Не знаю, плохо это или хорошо, но в любом автооткрытии оно появится, рано или поздно. Просто до сих пор его почему-то еще не добавили. Хотя это сделать несложно. Но придется некоторое время немножко помучиться и все-таки яйцо пооткрывать самому. А так, в принципе, все четко. Как видите, автофарм сундуков работает. Можете пользоваться. Ну, в принципе, на этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был Аизбан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. На этом все. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.